Все танцуют локтями и тверкают последние несколько лет. Но это далеко не единственные пляски, которые обрели вирусный эффект. Теперь парни не стоят в стороне, пока девушки варят борщ. Во время того, как ты готовишь, ты не должен улыбаться. Потому что надо очень серьезное лицо делать. Потому что ты готовишь, это не смешно, это не какое-то там высокое искусство и так далее. Это именно то, что человек, когда приходит куда-то в клуб или еще куда-то, он может это потанцевать. Это простой танец, простой тусовочный танец. Кукинг можно танцевать и без предварительной тренировки. Нужно лишь представить, что танцпол вокруг – это кухня, а вы шеф поочередно готовите разные блюда в татт-музыке. Мешайте салат, подкидывайте пышные оладьи, с усилием перемешивайте суп. Количество движений ограничено только фантазией. А вот следующий танец без предварительной подготовки исполнить не удастся. Здесь главное – отработанные позы из модных съемок. А ведь когда-то ему посвящала песня сама Мадонна. Сам ВОК зародился непосредственно из позировок. То есть они открывали журнал ВОК, находили там позировку, один снуился в позу и второй снуился в позу. Таким образом они батлили, кто круче. А потом уже со временем появился танец, когда все эти движения, наши все углы, позировки журналов переобразовались в танец. И эти позы двигаются. То есть если нас, танцуя ВОК, человека остановить, это будет поза, готовая для фотосъемки. Включить музыку на 160 ударов в минуту, выйти в центр круга и суматошно стирать подошву в кроссовках об асфальт – это не приступ паники, а забытое танцевальное направление нулевых футворк. Сам по себе танец напоминает лесгинку. Но малова о нем вышла так далеко, что футворком или джуком стали называть еще и музыку. Есть такие несколько базовых движений, но в основном это большая скорость и такие движения как бы судорожные, ну потому что очень быстрые. Вот. В принципе, хоть это называется футворк, да, в основном работают, конечно, ноги, но корпус тоже не стоит на месте, и руки, и все двигается. Чтобы не ударить на танцполь в креслецом, встряхнитесь, натяните улыбку и для начала покачивайтесь в такт. Пусть страхи и стеснения уйдут на второй план.